Музыка Что привлекло Ваше внимание из событий в мире? Ну, скажем так, нашествие мигрантов в Европу. Польша, Словакия, Чехия, они вообще отказались от квот. А Венгрия себя просто окужила колючей проволокой, чтобы мигранты не попали туда. Они рвутся, мигранты рвутся во Францию, рвутся в Германию. А почему? Почему именно в эти страны? Ну, это понятно. Очень высокий уровень жизни. В Германии на мигрантов год тратится, государство тратит 13 тысяч евро. Семья из трех человек получает 39 тысяч евро. И квартиру, жилье не менее 90 квадратных метров на семью. То есть, это не 10 метров хрущевки. Поэтому они туда все бьются и хотят туда попасть. То есть, по сравнению с их странами, там просто шикарные условия для проживания. Рай. Рай. Хорошо. А вообще, в чем опасность этого, как вы говорите, нашествия? Ну, скажем так. Во-первых, проблемы, которыми столкнулась Европа, настолько поглотила внимание европейских стран, что им уже не до Украины. Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше. С мигрантами проникают бойцы ИГИЛа. Обратите внимание, 65% мигрантов – это молодые люди от 20 до 30 лет. То есть, это, по сути дела, бойцы, скажем так. Вместе с миграцией в страны Европы придут болезни, от которых европейцы не вакцинированы. Придет повышение наркомании и преступность. И мы видим эти примеры во Франции. Понимаете, в чем дело? Это же ведь иной мир. Ну, вот совершенно иной мир. С чужаками будет бороться не государство какой-либо страны, а будут появляться какие-то организации, и я убежден, фашистского толка. Вот еще в чем вся опасность. Не просто. Это будут российские фашистские организации. Это будут те, кто читал книгу Ричарда Линка. Она называлась «Расовое различие интеллекта. Эволюционный анализ». Понимаете, да? Я вам больше этого скажу. Есть различия. Они и этнобиологические, они и этнопсихологические. Вы знаете, был такой случай замечательный. Африканские чернокожие мигранты в знак того, что им отказали в натурализации, то есть сказали «Ребята, вы тут нелегалы, назад домой». Они захватили в Париже один из католических храмов. И они находились там более недели. И вот все это время они специально ходили и гадили в алтарь этого храма. И известная французская актриса Бриджит Бардон написала книгу, в которой упрекнула их за их образ жизни, за их поведение, за все, что происходит. И написала там, когда мы приезжаем в вашу страну, мы же не ходим гадить в ваш храм, почему вы себе это позволяете? Знаете, чем закончилось? Бриджит Бардон обвинили в том, что она расистка. Вот и все. Вот мы и вся Европа. А вы лично за миграцию или против миграции? Лично я против миграции. Потому что любая миграция разрушает государство. И у меня есть опасение, что когда их всех не пустят в Европу, они, образно говоря, ломанутся на Украину. И постараются попасть к нам поближе, в Одесскую область, в Одессу. Постараются попасть ближе к морю. Я хочу, чтобы зрители поняли одну вещь. Если это произойдет, то вы должны понять, что мигранты не будут платить вам пенсию. Это вы будете платить им пособия. Ну что еще по миру? Россия начала принимать участие в делах Сирии. Понимаете, вдруг очень активно. Причем, скажем так, и военную помощь начал оказывать, и техническую, и личным составом. И это меня беспокоит, честно говоря. А зачем, Александр Дорович, зачем Путину Сирия? Казалось бы, где Россия, где Сирия? Ну, все же знают, что Восток дело тонкое. Там суниты, шииты, саудиты, оловиты. Там сложная ситуация, но Путин решил, по-моему, приторговать этой ситуацией. Он решил приторговать с Америкой и предложить Соединенным Штатам. Ребята, давайте так. Я вам отдам вашу Сирию, а вы мне отдайте Украину. Но я думаю, что у него есть еще более дальний прицел. Он хочет сделать опорный пункт на Ближнем Востоке для себя. Он хочет из Сирии сделать, наверное, Сирийскую Народную Республику, как Донецкую Народную Республику, Луганскую. У него уже есть опыт. Уже есть опыт. У него уже есть Приднестровье, которое держит и Молдавию, и Украину. У него еще есть возле Грузии, скажем так, вольные республики. Я думаю, что он хочет вот там вот такую ситуацию прокрутить. Мне кажется так. А какие же вообще, на ваш взгляд, проблемы следует ожидать мировому сообществу в дальнейшем? На мой взгляд. Кстати, я напоминаю зрителям, что я высказываю сугубо личное мнение по всем вопросам. Ну, во-первых, какие проблемы? Хаос в исламском мире. Это будет оказывать влияние на жизнь мира. Вторая проблема – возрождение военной мощи Российской Федерации. Нельзя на это закрывать глаза, потому что они туда вбухивают огромные. Деньжище просто. Третья проблема – это раскол Европы, Евросоюза. В связи со всеми этими событиями страны начнут как-то так сжаться, и как Венгрия себя проволокой ключи обматывает. Ну и я вижу еще одну проблему в другой части мира. Сейчас у Китая очень серьезные проблемы. Очень серьезные. Да, экономические, социальные. Там не все гладко. И это может оказать влияние на дальнейшую судьбу мира. Украина. Дело в том, что основные вопросы телезрителей касаются войны, экономики, коррупции и политики. С чего начнем? О войне не будем говорить. Я не хочу говорить о войне, потому что я столько уже о ней говорил, и давал оценку и командованию, и личному составу, и вооружению. Просто не хочу портить настроение ни вам, ни зрителям, ни себе. Вы сказали Украина. Я вспомнил, что в Конституции СССР, а это была Конституция 1977 года, там были такие слова, что ведущей силой советского общества является рабочий класс. Вот я сейчас подумал, мы начали говорить об Украине, а что является ведущей силой у нас сейчас на Украине? Вот что? Олигархи. Кто? Революционные ОПГ. Прокуроры. Депутаты. Ну кто ведущая сила? Я хочу, чтобы зрители сами подумали и сами себе ответили на этот непростой вопрос. Вот что касается коррупции и борьбы с ней. Вы знаете, коррупция – это, ну как бы сказать, системообразующий фактор на Украине. И это надо понимать. Чем опасна коррупция? Вот мне многие говорят, коррупция, коррупция, коррупция. Она опасна последствиями. Она опасна тем, что студент медицинского института, ну просто как пример, который платит деньги за контрольные, за сессии, за экзамены. Он же выйдет и получит звание врача. И именно он будет лечить ваших детей, ваших внуков. Вот что страшно. И еще. Я уже говорил, что с коррупцией можно бороться. Сравнить доходы и расходы. Надо заняться конфискацией имущества, приобретение которого доказать не может хозяин этого имущества. Причем, бремя доказательства должно лежать не на правоохранительных органах, а на хозяина сомнительного имущества. Боясь конфискации, может немножко сбить накал коррупции, который существует в нашей стране. Вот я думаю, это один из методов. Хорошо, поговорим и о экономической ситуации. Как вы оцениваете нынешнюю экономическую ситуацию в Украине? Я могу рассказать подробно об этом с научными выкладками, с какими-то перспективами, с тем, что говорят экономисты. Поэтому давайте подумаем, учитывая лимит времени, коротко или длинно? Давайте кратко, Александр. Учитывая то, что мы в прямом эфире, время очень мало кратко. Могу и кратко. Как вы оцениваете? Экономическую ситуацию. Могу сказать кратко. Мухам нравится. Чтобы вы меня понимали. Я думаю, зрители меня поняли. 22 числа смотрю телевизор. Седьмой канал. Я часто так... И выступает Саша Боровик. Это советник губернатора. И вот он спрашивает, скажите, а вы там баллотироваться не будете? Нет, я не знаю, никто ничего не предлагал. Ну, я поеду на съезд. И я сразу позвонил друзьям. Говорю, ребята, у нас будет новый кандидат в мэры. Что и оказалось. И вот он сидел в прямом эфире и бредил. Понимаете? И он говорит, ну, надо за все платить, ребята. За все надо платить. Надо платить за свет. Надо платить за газ. Платить за все тарифы. Да, это дорого, сказал Боровик. Но за границей тоже платят. Потом он понял, что он сказал. И продолжил. Ну, там за границей немножко, так сказать, зарплаты другие. Но мы будем над этим работать, чтобы зарплаты были у нас тоже больше. Я что хочу сказать. А может быть, вы сначала зарплаты сделаете больше, а потом будете поднимать тарифы. Вот что смешно. Понимаете? И это вот советники по экономике. Я когда, кстати говоря, послушал Боровика, я вспомнил очень старый анекдот. Знаете, один другого спрашивает. Он говорит, Миша, скажи, кто такой Карл Маркс? Он говорит, ну, Карл Маркс, это экономист. Он говорит, а что, как наш дядя Фима? Нет, нет, ну что ты. Наш дядя Фима старше экономиста. А как вот в свете сказанного оценить работу нашего премьер-министра? И насчет премьер-министра я тоже буду краток. Есть очень хорошая такая старая поговорка украинская. С таким сенькой помре ненька. Вот такая поговорка. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И еще. Насчет Украины, премьер-министра. Я недавно разговаривал с одним человеком. Вы знаете, ну, это украинец, наверное, в 20-м поколении. Такой, знаете, патриот настоящий. Фермер. Человек от земли. Который просто так говорил об Украине, что у меня просто, знаете, на сердце мед полился. Ну, с любовью. Ну, настоящий патриот. Тот из тех людей, на которых все держится в этой стране. Он человек земли, он человек хлебороба. И вот мы долго говорили. Он говорил, наша страна, Украина, да это вообще, это прекрасно. Он говорит, а земля какая у нас чудесная, украинская. И закончил он свою речь словами. Только не тем досталось. Понимаете? Вот это вот этот человек, который сердцем чувствует. Поэтому, что мы будем говорить? Да, с таким сенькой помряненькой. Я так чувствую. И это правда. Вот то, что мы говорим о кризисе, экономическом, политическом. Это очень опасная вещь. Можно подумать, ну, кризис там переживем, картошку будем жарить, макароны. Ребята, я хочу, чтобы вы помнили, что экономический и политический кризис привел к власти Гитлера. Чтобы не появился и у нас свой Гитлер. И это очень важно. И это очень опасно. А мы видим, какие-то появляются такие ребята, которые хотели бы, так сказать, все повернуть в свою сторону. Поэтому будем насторожены. Ваша оценка политической ситуации в Украине? Общей, да? Конечно. Скажу. Скажу, скажу, скажу. Я когда-то читал фантастический рассказ. Он назывался «Башня». Не помню, кто написал. И фабула очень простая. Значит, переворот там на какой-то планете, дворцовый переворот. И там мальчик, который чистил обувь кому-то, он испугался, сел в трон пустой. Тут появилось два охранника, тут четыре, тут восемь. Короче говоря, корону ему принесли. И он стал царем. И он понял, что надо как-то себя обезопасить. Он построил огромную башню. И жил наверху, не общаясь ни с народом, ни с правительством. Ему документы все время слали, принимались решения, еда. Через 150 лет они подумают. Слушай, что не может же он 150 лет жить? Давай-ка мы залезем на эту башню. Да и посмотрим, что там. Они когда попали в эту башню, они увидели, что он умер лет сто тому назад. Транспортер, значит, привозил еду, постоял, выбросил еду, поставил. И документы. И там стоял аппарат. И на каждом документе этот аппарат писал на одном. Да. Подпись. Нет. Подпись. Надо подумать. Потом снова это надо подумать. Приходило, и он снова писал. Да, нет. И так он управлял этим государством. Ну, фантастическим. Но в каждой фантастике есть нечто. Поэтому я так думаю, что что-то похожее происходит и в нашей стране. Я бы хотел ошибиться. Ваше мнение конкретно по президенту? По президенту? Ну, что президент работает, работает. Есть у него какие-то, ну, не знаю, промашки. Но есть, есть, думаю, что у президента нашего есть и достижения. Например? Например, у него очень вкусные конфеты. Какие там еще вопросы? Зрители хотят услышать ваше мнение по поводу переименования улиц и городов. Это тоже многих волнует. А меня волнует другое. А меня переименование не волнует. Меня волнует, что каждый вечер, каждый день я смотрю по телевидению, как эти несчастные мамы умоляют собрать деньги, чтобы сделать операцию их больным детям. Сначала надо, чтобы государство о больных детях заботилось. А потом думало, как снести какой-нибудь там памятник или поменять название улиц. Вот о чем идет речь. А они все молят и молят, молят и молят. Это мерзкое государство, где родители должны молить и просить, чтобы собрали деньги их несчастным детям. Страна хорошая, люди хорошие. Собирают. А государство мерзкое. Это во-первых. Во-вторых. Вот смотрите, с переименованиями. Я не против. Но все надо делать так, чтобы людям было нормально. Вот Ильичевск, например. Наш соседний город. Они письма рассылали. Блок Петра Порошенко рассылал письма. Давайте оставим все как есть. Город Ильичевск. Потому что в этом блоке, там же в Ассеретках, в областных, все бывшие члены партии регионов. Все. Значит, Радына перебежала, доверяя делам, а партия регионов перебежала в блок Петра Порошенко. В эту партию. И вот они рассылали письма всем, что давайте оставим Ильичевск название в честь святого Ильи. И даже церковь подтвердила, поддержала. Ребята, в честь святого Ильи, это называется Ильинск, если вы знаете русский язык. Меня другое возмутило. Они понимают, что это чепуха, что это залипуха. А почему вы вот это, на ваш взгляд, благородное дело хотите с той нечестными путями решать? Понимаете, вот эти все названия, они просто напоминают людям об истории. И не более того. Да, я понимаю, надо менять, но я вот говорил в Вене, переулок Кровавый. Я спросил, чего? А там жил последний австрийский палач. А давайте возьмем выдающегося Наполеона. Разграбил страны. Два миллиона трупов. Проиграл войну русские войска в Париже. Символ Франции. Они могли бы сказать, слушай, ты что, он просто нас опустил до нельзя. Надо внимательно быть. И не всегда замена названия переулок коммунистический на проспект националистический. Не всегда это, так сказать, вовремя нужно. Надо понимать, что делать, как делать и когда. И еще раз говорю, пока не будут обеспечены дети, пока не будут обеспечены старики, пока эти разговоры просто не кончатся, а что-то начнется отдельное, что мы уперлись в это переименование. Я за. Есть закон. Но надо думать, как, что и почему. Время переходить к Одессе. Вот из последних событий, то, что произошло в политической жизни Одессы, это, конечно же, приезд сенатора США Джона Маккейна в Одессу. Хотелось бы понять, какова цель и, самое главное, а каковы результаты? Не знаю. Мне представляется, цель иллюзор, да? А результаты нулевые. Вот и все. Что? Ну, обозвал Путина мясником и хулиганом. Сказал, что Саакашвили мой друг. Оружие дать Украине не можем. Молимся за вас. Все. Ура. До свидания. Вот и все. Что дальше? Поэтому как-то так. Не знаю. Непонятно. Хорошо. Саакашвили, вот в ответном слое, у меня есть по этому поводу цитата, Саакашвили в ответном слое сказал следующее. Я хочу процитировать, с вашего позволения. Сколько Одесса может хвастаться 19 веком? Ришелье, лонжерон. Надо хвастать чем-то новым. Нам нужно шикарное строительство. Прокомментируйте, пожалуйста. Он даже, я помню, что он сказал. Он сказал, нам нужно шикарное строительство, как мы это сделали в Батуми. Вот это его фраза. Я смотрел и я запомнил, потому что меня это резонуло. Сколько можно там гордиться 19 веком? Хочу сказать губернатору. Сколько захотим, столько и будем гордиться. Потому что нам, в отличие от других, есть чем гордиться. Это первое. Следующее. А что там он говорил, что надо гордиться чем-то новым? Чем новым? Ну чем? Я хочу спросить. Чем новым мы сейчас должны гордиться? Новые шашлычные? Так вы даже этого не построили. Так что, ребята. И насчет Батуми. Вы немножко как-то так держите себя в руках. Сравнивать Батуми и Одессу. Вы уже сразу сравниваете Батуми и Париж. Потом как-то так получается. Это все мне представляется смешным и грустным. Вот и все. Хорошо. А что означает фраза Саакашвили, что он над выборами? Для меня фраза совершенно понятна. Фраза Саакашвили, что он над выборами, означает, что он проталкивать будет и проталкивает своего советника. Сашу Боровика на должность, я так понимаю и уже знаю, на должность. Мэра нашего города. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, что он там советовал губернатору. Но результаты реформ очевидные. Сломаны заборы и поездка на трамвай. Я это видел уже у Костусева. Так он будки ломал. И так же ездил на трамвай. Вот мы и подошли к выборам. Александр Эдуардович, что происходит? Поясните, пожалуйста. Да что происходит? Вся страна занимается выборами. Вся страна ничем, кроме выборов, не занимается. Даже судьи. Судьи. Это я рассказываю, может быть, там это будет интересно. СБУ. Они же не все знают, что происходит в этом городе. 9 августа судьи одесские тайно собрались на Каролина-Бугазе обсудить проблему с выборами. Кого поддерживаем? Как поддерживаем? Чтобы не было, что один судья выносит постановление «да», а второй сразу на него «нет». В общем, решали широкий круг вопросов, правда, не связанных с законностью. Поэтому, чтобы вы понимали, даже они уже закручены в это все. Это первое. Ну и самое главное, вы должны понять. Наступает время, и я уже говорил об этом, когда обладатели клыков и когтей будут очаровывать обладателей рогов и копыт. И самое интересное, что им это постоянно удается. Вот, кстати, вы спрашивали о том, о чем зрители наши спрашивают. Помимо предыдущего вопроса, спрашивают, будете ли вы баллотироваться. Нет, баллотироваться не буду, но как-то опосредованно, наверное, поучаствую в выборах. Сын мой средний, Владимир, он сейчас будет организовывать сайт КПП Одесса, выпускать газету. И я, в общем-то, так, будем рассказывать, кто есть кто. Три Н. Негодяи, никакие нормальные. Понимаете, в чем дело? В основном у нас упор же идет как бы на кандидатов. Но есть же еще электорат, вот этот электорат, одноразовый народ, понимаете? И какая-то такая странная эта компания. Живут тихо, как гусеницы, но вреда приносят много на каждых выборах. Подумайте над ними словами. Люди спрашивают, вот почему Эдуард Гурвиц участвует в выборах как самовыдвиженец. И, кстати, вот не раз сегодня вы вспоминали фамилию Боровика. Не создаст ли ему проблем в числе кандидатов в мэры? Вот советник губернатора, выдвиженец от партии власти Саша Боровик. Вы знаете, честно говоря, с планами команды Эдуарда Гурвица я не знаком. Но, как я понимаю и от себя могу сказать следующее. Почему Гурвиц пошел самовыдвиженцем? Думаю, чтобы не быть зависимым от какой-либо партии. Зависимым в плане не быть обязанным. Потому что мы абсолютно точно знаем. Как только человек идет от какой-то партии, выигрывает. Сразу эта партия прибегает. Это было из Прикоста-Севета и Трухана. Ну что, надо рассчитаться. Давай нам это, 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 это. А это, это, это и это, это все куски нашего города. Это все Одесская земля. Это все дома и прочее, прочее, прочее. Теперь, что касается Боровика. Вы говорите, не создаст ли это проблем для Эдуарда Гурвица. А ведь Боровик не проблема Эдуарда Гурвица. Боровик – это проблема власти, которая, понимаете, не нашла ничего приличнее, чем Гончаренко, который тут будет руководить всеми полетами от партии блока Петра Порошенко. Я хочу, чтобы руководство блока там в Киеве знало, что все осередки этого блока в области усеяны членами партии регионов. Так вот, это не проблема Гурвица, это проблема власти, которая ничего интереснее, кроме, как я уже сказал, Гончаренко и Саши Боровика не нашла. Не для области, не для нашего города. Надо еще одну вещь учесть, что Саше Боровику, а я о нем многое знаю, я в прошлом оперативные работники, знаю, кем его был папа и чем занимался, кем был Саша, чем занимался. Вот, после окончания школы КГБ. Ну, я многое знаю, а я еще подробно расскажу о Саше, о папе и обо всем, что я знаю по этому поводу. Я хочу сказать, что Саше этому Боровику, который решил баллотироваться в мэры, Саше надо баллотироваться в мэры не в Одессе, Саше надо баллотироваться в мэры где-нибудь в немецком Кюгене. Да. А почему так? А потому что Саша, гражданин Германии, о чем вы сейчас услышите из первых уст. Я поехал из Радянского союза, мне был 21 год, и тогда я жив в Ческо-Словацкой федеративной республике. Радянский союз тоже был формально. Да, да, формально. А потом я жив в Соединенных Штатах, это федеративная страна, и я гражданин Немеччины. Я гражданин Немеччины. Я гражданин Немеччины.